бисмиллахи рахман рахим хотелось бы сказать нескольких слов наконец о политике исламской республики иран на протяжении многих лет эта страна крупная страна ближнего востока позировала в роли революционного оппонента либеральному мировому порядку главный штаб квартире этого либерального порядка соединенным штатам и так далее вела войну против американского агента саддама хусейна и в общем то на первых порах после 1979 года заслужила несмотря на противоречие между шиитским джафаринским масхавом и с унисским миром определенное внимание и уважение в широких кругах исламского мира но потом наступили моменты приглядывания внимательного изучения вопроса и разочарования они были связаны с тем что мусульмане обнаружили что под прикрытием риторики особенно сосредоточены на поддержке аль-кутс поскольку иерусалим судьба аль-кутс святой земли стала главной темой иранской риторики под прикрытием этой риторики иран ведет интриганские взаимоотношения направленные против интереса политического ислама соединенными штатами и даже страшно сказать с израилем я уже не говорю о такой широко известной и в общем то не скрываемой вещи что иран покупал через израиль запчасти для поддержания боеспособности своих вооруженных сил в борьбе с аддамом усейном свое время именно эти закупки и перенаправление иранских денег на поддержку контраст в никарагуа были скандалом который получил название иран гейт в результате которого целый полковник оливер норд взял на себя вину естественно вину президента рейгана и сел за вот эту операцию это технический вопрос конечно вопрос жареной сенсации жареного факта но по сути то там шла речь о том что иран работал с израилем а это не единственный пример и чем дальше тем больше но самое главное самое оскорбительное для ближайших соседей ирана это конечно его поведение в адрес азербайджана и его поведение в адрес армении на самом деле для 30 миллионов азербайджанцев которые живут в иране я не говорю о 10 миллионах которые живут в северном азербайджане я говорю только тех и дружу в уране оскорблением и постоянной рамой остается то что иран поддерживает армению антиисламскую и абсолютно преданную интересам либерального мирового порядка против азербайджана против баку и содействует тому чтобы армению держу в руках своих руках и под своим контролем 25 процентов оккупированных земель азербайджанской республики это для многих азербайджанцев непонятно каким образом иран являющийся единоверческим для азербайджанцев связанный с азербайджаном колоссальной общей историей находящийся под управлением азербайджанцев многие-многие столетия достаточно вспомнить каджаров до них сефевидов предает братство персов и тюрок и открыто встает на сторону армян мы сейчас задаемся вопросом как получилось что иран который позиционирует себя как крупнейшую мусульманскую державу переходит растаптывая вытирая ноги о национальные интересы фактически 40 процентов собственного населения азербайджанцев южного азербайджана чем тут дело вот приехал 27 ноября в армению а это ла до санах тари который заявил о том что армению иран связывают узы братства что это практически чуть ли не один народ он радовался тому что в хорошем состоянии находится шиитская мечеть в ереване называя ее персидской в то время как все понимают прекрасно что это азербайджанская мечеть потому что ну как может быть в ереване в реванском ханстве тюркском какая-то персидская мечеть конечно она азербайджанская вот но тем не менее там описывались перспективные мероприятия конкурсы по изучению персидского языка в армении там всякого рода мероприятия демонстрирующие братство союз и так далее это политическая демонстрация направленная на поддержку армении как раз тогда когда в мире усугубляется критическая ситуация обостряется критическая ситуация и она также как критическая ситуация как напряжение растет и между азербайджаном и так называемой армении вокруг карабаха в этот момент иран находит возможным еще раз подчеркнуть свой союз с арменией на фоне ведущейся в сирии гражданской войны и иран объявляет себя навсегда таким оппонентом и врагом турана который рассматривает как морда они царство света а мы турки это царство тьмы и армяне оказывается они союзники представляете армяне они оказываются союзники этого иранского царства света но для азербайджанцев это все непонятно потому что азербайджанцы это люди наивные и как бы ну так сказать просто шокированы такой изменой шокированы таким предательством а на самом деле механизмы этой измены механизмы этой позиции ирана они очень очевидны они очень просты потому что иран ни на секунду не забывает что это с его точки зрения и азербайджан северный все ханства там нахчеванская карабахская шекинская кубинская и значит и иранское ханство то есть армения это все с точки зрения ирана иранской территории оттогнутая россии по туркманчайскому договору и они твердо стоят на том что эта территория рано или поздно вернется в рамки иранской империалистической державы то есть что тут собственно говоря реал политик надо играть чтобы одна оттогнутая часть ирана была поддерживаема и гнобила бы другую оттогнутую часть ирана чтобы потом хапнуть и поглотить обе и вернуть их под полный политический контроль тегерама но для вида для так сказать отвода глаз постоянно идет пропаганда того что якобы баку разжигает в иране сепаратизм чтобы табрис чтобы 30 миллионный азербайджан занимающий площадь в трое больше чем северный отложился и объединился с северным азербайджаном это исключительно так сказать пыль в глаза это исключительно дымовая завеса это проект который на самом деле для баку был бы политической катастрофой он этот проект является только прикрытием реальных целей ирана не потерять они боятся свою северную территорию южный азербайджан а планируют возвращение северного азербайджана в свой состав свои рамки они хотят все это поглотить вот почему они поддерживают армению против азербайджана потому что речь идет об иранском империализме об иранском клерикальным клерикальным подчеркиваю империализме то есть речь идет о том что на самом деле в 1979 году не было исламской революции в иране в 1979 году произошла так называемая консервативная революция консервативная революция которую осуществили в конечном счете клерикалы они осуществили традиционалистский переворот это был переворот не в интересах чистого ислама это был переворот в интересах традиционной жреческой касты которая под разными масками до сифевидов как шииты после сифевидов до сифевидов они были После сифевидов они стали шиитами, но это все те же самые суфии. В основе их доктрины Ирфан, гнозис, и содержанием этого гнозиса является учение амиядского суфия, Мухиидина Ибн Аль-Араби, который никакого отношения к шиизму не имеет. Это человек, который создал доктрину Вагдат Аль-Вуджуд, то есть пантеистическую доктрину так называемого единства бытия, которая просто принципиально ничего общего не имеет с коронической доктриной трансцендентного Всевышнего Творца. Это доктрина просто-напросто пантеистическая, которая своими корнями восходит к грекам, к платонизму, к неоплатонической философии и которая контрабандой проникла через суфиев в сердце исламского мира и до сих пор его отравляет вот этой вот клерикальной метафизикой, которая распространяется из кума. То есть там сидят в куме, в Тегеране сидят попы, стоящие на платформе греческого гнозиса, которые выдают себя за исламских вероучителей, требуют таклида, то есть следования себе, объявляют себя мучтахидами. В действительности их мировоззрение, это мировоззрение ничего общего не имеющее с исламской доктриной, более того, ничего общего не имеющее с Нахджульбалага, то есть с собранием выступлений, проповедей и посланий Хазрата Али Алейхисрам, которого они объявляют фундаментом и основой швейцкого масхама. Но если вы возьмете философию кумских аятол и то, что собрано в посланиях Хазрата Али, которого они считают первым имамом, то есть Хазрата Али, это, так сказать, гордость уммы, это один из ярчайших таких сподвижников нашего пророка, саляллаху алейху ассалям, ничего общего между той доктриной, которая содержится в его посланиях, и доктриной, которую мы можем обнаружить в писаниях аятол, талибани, тава-таваи, лариджани и так далее, ничего общего не будет. Это пантеизм, чистый пантеизм. На самом деле это суфии, которые сбивают с толку, называя себя шиитами. Теперь, чего они добиваются? Для них Северный Азербайджан – это что-то вроде Крыма. Вот есть Крым, который надо взять, чтобы доказать, что ты империя. Вот для Китая это Тайвань, надо взять Тайвань, чтобы доказать, что ты империя. Россия взяла Крым на пути, так сказать, прорыва к повышению своего международного статуса. А для них, очень осторожных, таких, очень, как по ящерному, по змеиному, таких хитрых и якобы мудрых, они выцеливают, выслеживают, высиживают поглощение Северного Азербайджана. Они мыслят так, что, ну и Ирландское ханство, которое сейчас временно называется Арменией, это тоже их земля. Поэтому они намерены реализовать свои имперские амбиции. Вот где-то, когда начнется большая война, они считают, что это будет время перекраивания границ. И для этого они поддерживают отношения с Россией, потому что они считают, что за таким фасадом России, нахопок, они вернут себе все те территории, которые царская империя когда-то отторвала. Вот их стратегия, вот их конкретная задача, которую они пытаются реализовать. У них, конечно, есть какие-то цели и в Средней Азии, прежде всего Таджикистан, то есть так называемый персидский мир, ираноязычный мир, не только русский мир есть, не только дюрский, есть еще и иранский мир. И Таджикистан туда, естественно, входит. Но напомню, как они предали Таджикистан во время Гражданской войны, когда в 92-м году Исламская партия Таджикистана, Исламское движение Таджикистана, умоляла о поддержке в борьбе с Народным фронтом, но ради реал-политик, ради отношений с Москвой, с Ельциным, Иран предал таджиков, Иран предал все эти запросы, и, соответственно, не дал ничего. Потом, правда, пригрел у себя эмигрировавших представителей Исламского движения Таджикистана, но при этом, так сказать, будучи абсолютно прозрачным для спецслужб Ельцина во все 90-е годы. Так что он предавал всех и всегда. И, конечно же, когда после 2001 года американцы стали требовать выдачи себе тех или иных лидеров исламского сопротивления, их мгновенно арестовывали на территории Ирана и передавали ЦРУ. Очень многие люди, которые сегодня томятся в Гуантанамо, прошли через руки иранской разведки, которая сотрудничала с ЦРУ. Это нужно понимать, нужно отдавать себе отчет в том, с кем мы имеем дело. Есть очень хороший асимметричный ответ. На самом деле, иранская молодежь – это молодежь неплохая. Пассионарная молодежь – это очень интересные по своему потенциалу человеческому люди. И вопрос в том, что они просто порабощены принципом токлида. Они находятся в луче порабощения клирикализмом, который делает из них вместо мусульман пантеистов, которые следуют за тем или иным мучтахитом. Этот мучтахит, он, в общем-то, стоит на совершенно не исламской платформе. А эти люди, молодежь Ирана, она будет в скором времени. Выходить из токлида за аятолами – это будет гораздо более страшный для них процесс, чем либерализация и атеизм. Потому что либералы, скептики, люди, которые там идут по пути западного образа жизни, клирикалы этого не боятся. Они над этим смеются. Их власти это не угрожает. Потому что те, кто идет в ночные клубы, начинает пить алкоголь и так далее, они не являются силой. А вот когда молодежь начнет покидать формат джафаритского масхаба и выходить из-под контроля клирикалов Ирана, вот тогда им будет брошен вызов, как частицы традиционалистского клуба на Влежнем Востоке, который является миной, заложенной туда против мирового ислама, с засадой от имени традиционалистского клуба против мирового политического ислама. Вот молодежь Ирана, которая встанет на платформу политического ислама, это будет совершенно другой разговор с иранскими империалистами. Субтитры создавал DimaTorzok